Что же такое эмоции? Мы с вами уточним. Что же такое эмоции, в общем-то, чем они отличаются от чувств, а есть ли какое-то различие? Почему собственными эмоциями управлять выгодно? Докажу вам, почему, да? Что дают знания по управлению эмоциями и почему сейчас, вот конкретно, в принципе, в любой момент для каждого человека это очень важно. И начнем мы, кстати говоря, как ни странно, с детей. Когда и каким образом мы начинаем проявлять эмоции? Что же это, собственно говоря, такое? Итак, исследователи в этой области, ну, скажем так, есть много трудов на эту тему, но очень плотно сейчас конкретно исследуют тему эмоций наш с вами современный преподаватель университета Синтона, который находится в Санкт-Петербурге, Алексей Козлов. Поскольку эмоции – это его главная, основная тема, да, и все, собственно говоря, его студенты, его ученики, да, помогают ему тоже в этих исследованиях. Они следят за своими детьми, снимают это на камеры, на фото, предоставляют какие-то свидетельства всего того, о чем можно было бы говорить. Вот представьте себе, в результате всех этих исследований выявляется, что врожденные у нас эмоции только буквально 2-5%. То есть человек рождается на уровне ребенка, он уже может там проявлять эмоции, но их очень мало. То есть ребенок до месяцев даже не улыбается, прекрасно знаете, да, он может либо плакать, либо быть в довольном состоянии, да, вот буквально всего две эмоции, либо он доволен, либо он недоволен. Потом в течение жизни у него начинают вырабатываться какие-то рефлексы. То есть довольство и недовольство начинают приобретать различные окраски. Это и взгляд, и жест, и какие-то голосовые уже, да, сигналы. Мне здесь хорошо или мне здесь плохо, я себя плохо чувствую. Не то чтобы вот очень плохо, прям вот до плача, нет. А это, говорит, как бы недовольная мина такая. То есть это другая эмоция, мы понимаем. И таких вот примерно 10% вырабатываются, благодаря элементарным как бы рефлексам. Ну и все остальные, собственно говоря, там 80-85%, это эмоции, которым человек научается. То есть либо сам, по схеме, да, вижу и повторяю, да, либо человека учит кто-то другой. И в том числе и в актерских школах, и в том числе воспитатели в детском саду, и в том числе учат там на различных курсах, тренингах и так далее, и так далее, да. То есть, в принципе, обучиться эмоциям возможно, как выявляется. Это не что-то как бы такое застывшее и то, что невозможно изменить. Детские эмоции, как правило, неосознанные, да. То есть если мы, взрослые люди, понимаем, чего мы хотим, понимаем, что с помощью эмоций мы можем влиять на окружающих, то дети тоже это очень быстро понимают. И в основном приобретают свои эмоции неосознанно через игру. Особенно если у кого-то есть маленькие дети, вы вывели их куда-то на площадку, и вы можете видеть, как дети общаются на доречевом звуке, используя при этом целую гамму эмоций. Кто примерно вот такой вот, как бы разговорчик, такое общение между детьми видел, когда один ребенок другому говорит А второй Да, то есть еще речи нет. Но эмоции на лице, эмоции в теле уже проявляются. И более того, выясняется, что дети очень быстро понимают, что с помощью проявления своих эмоций, Вот сосредоточьте на этом внимание. Дети это понимают лучше, чем взрослые. С помощью проявления своих эмоций дети могут влиять на окружающих. На маму поплакал и получил что-нибудь. На папу сделал вот такое виноватое лицо и не получил по попе. Очень часто дети проявляют эмоции, особенно вот плачут, капризничают. Просто так, для всех. Они проявляют свои эмоции конкретизированно. Плачу для мамы или плачу для папы. Конкретно хочу воздействовать на бабушку. То есть бабушка пришла, начала его каким-то образом утешать, что-то ему сулить, и ребенок остался доволен. Он успокоился, и он остался доволен результатом. Ну, примерно там до пяти лет дети еще как-то неосознанно это делают. Но после пяти лет они уже начинают как бы этим спекулировать. Я думаю, очень многие это наблюдали. Если родители не управляют приобретением каких-либо эмоций, то первыми дети выучивают эмоции негативные. Надуть губки, поплакать, да, покапризничать, в первую очередь негативные. Однако те родители, которые уже что-то в этом понимают, надо развивать у ребенка умение проявлять и положительные эмоции. То есть, когда ребенку дарят, например, какой-то подарок, продвинутые родители говорят, а что ж ты подарку-то не порадовался, ты разве не рад? Ты не хочешь поблагодарить, порадоваться, ведь в принципе, как бы каждый из нас что-то дарит и хочет что взамен, да? Увидеть, что подарок пришелся к месту, что ему обрадовали, что он нужен этому человеку. Поэтому родители инициируют этот момент. Ну, а соответственно, если родители инициировали, да, то ребенок так вот, вручили ему подарок, он отвернулся и пошел себе. Хотя он прекрасно знает, как он может выразить радость. Ему не надо объяснять. Тебе разве подарок не понравился? Он смотрит. Понравился. Ну, так что ж ты не порадуешься? Ребенок начинает улыбаться. То есть, он понимает, что это проявление радости. Дети подрастают, и там через некоторое время, то на тот момент, когда они, в общем-то, перестают вот в эти ролевые игры играть со своими игрушками, да, они начинают зажиматься в смысле эмоций. Мальчиков, соответственно, учат не плачь. Мужчина плакать не должен. Мужчина должен проявлять жесткость и спокойствие в любой ситуации. Хорошо. И многие мужчины ставят крест не только на выражении каких-то, ну, отрицательных вот эмоциях, которые свидетельствуют о слабости, да, но и на выражении положительных эмоций тоже. Все, они становятся непроницаемыми, как агент 007. Соответственно, женщина эмоции прочитать не может и остается как бы в неведении. А если мужчина еще, ну, многие мужчины, скажем так, немногословны, правда же? Трудно понять, о чем он думает, что он чувствует в данный конкретный момент. и вот история такая. Значит, пришла такая пара к психологу и психолог, соответственно, спрашивает у них и в первую очередь обращается к мужчине. Скажите, пожалуйста, почему вот у вашей жены складывается впечатление, что вы ее там не одобряете, что у вас какие-то отношения натянуты, что-то у вас не клеится. Почему? Как вы думаете? И в этот момент у мужчины становится такое лицо, что и психолог, и женщина замирают и спрашивают у него, ваше выражение лица, что оно означает в данный конкретный момент. Просто раньше жена никогда у него не спрашивала, что означает такое выражение лица. И он говорит, как? Я думаю. И тут женщина говорит, боже, а я всегда думала, что ты недоволен. В этот момент, когда у тебя было такое лицо, я была уверена, что ты чем-то недоволен. А я-то думала, что означает это твое выражение лица. А оказывается, мужчина думал в этот момент. Вот представьте себе, да, вот такая вот анекдотическая ситуация. То есть, возможно, что мужчина совсем не то чувствует, что выражает на лице. И совсем не то думает, что вам кажется. И как же все-таки научиться читать это, хоть более-менее как это близко к тексту. И каким образом и самим, в общем-то, выражать эмоции таким образом, чтобы они были читаемы. Давайте вспомним, немножечко чуть-чуть углубимся, да, в историю. Почему же две сотни лет назад, три сотни лет назад в успешных, богатых семействах, да, было принято обучать детей как выражать и как сдерживать свои эмоции. То есть, не секрет. Отпрысков обучали там игре на фортепиано, в том числе арт-терапии. Очень многие дети в таких семьях рисовали. Вы думаете, они были художниками, в итоге становились? Ничего подобного. Но они рисовали, тем не менее. Их учили там читать, грамоте учили, ну и вообще учили. Вы знаете, что были приняты танцы на балах, светские рауты, всякие такие вот увеселения, типа домашний театр и так далее, и так далее. Вот такие, такого рода. Ну и, соответственно, там званые обеды, пиры и так далее. Для чего нужно было уметь скрывать и проявлять эмоции? тогда считалось, что есть определенные рамки, в которых нужно себя вести. Нравится тебе этот человек или не нравится тебе, все равно нужно быть радушной хозяйкой, например, и проявлять какие-то положительные эмоции для того, чтобы сохранять определенное там равновесие. Если, например, это был отпрыск какой-то другой семьи, с которой вы на ножах, могли быть и неприятные последствия. Интеллигентные люди чаще скрывают эмоции, люди, которые невоспитанные, они чаще проявляют эмоции, причем, как правило, негативные. Люди более низких слоев общества, воспитание которых было пущено на самотек, скажем так. Вот это были те дети, которых родители не приучали и не побуждали проявлять какие-то светлые, радостные эмоции, не сосредотачивали внимание на этом. И поэтому дети, соответственно, вырастали более агрессивные. Мы понимаем теперь с вами, что для того, чтобы получать радость от жизни, мы начинаем выискивать, знаете, как игра в радость. Когда мы начинаем из всего, что мы видим, вычленять какие-то моменты, которые нам дарят радость. кусочек шоколадки. Опа! Пошел уже процесс какой-то выработки гормона радости. Красивый цвет неба над головой. Опа! Радость! Первый цветочек, который мы увидели. Опа! Мы просто надо заметить и порадоваться этому. Улыбнуться. Если же этого не делать, не воспитывать эти положительные эмоции, не применять никаких техник, то что за собой ведут проявления негативных эмоций? Соответственно. Ну вот история всем известная, да? Мужчина пришел поздно домой. Что, как правило, поведение женщины? Поведенческий фактор, да? Нет мужчины в определенное время. Женщина на самом деле зачастую не знает, где он и что с ним. Но первая мысль в голове какая? негативная. Сначала волнуемся. Правильно, первая стадия волнения. Просто волнуемся, где же и что случилось, да? Потом начинаем думать о чем-то негативном. Ах, он такой-сякой, где его носит? Правда? Ну правда же? Вторая стадия, как правило, негативная. Вот. И тут уже, если мужчина приходит в тот момент, когда у нас вторая стадия, как мы его встречаем, ну вот примерно так, со скалкой и сковородкой, руки в боки, да? Но в определенный момент женщина, когда перегорает, то что получается? Ей уже становится все равно. И мужчина приходит, она на него просто внимания не обращает, и как бы занимается своими делами, своей жизнью. и тут выясняется, а вдруг, да, мы же не знаем каждый раз, почему он там не звонил, не писал, мне ему дозвониться, мы не знали, где он. И вдруг ситуация такая, оказывается, этот мужчина стал героем где-нибудь там, на пожаре, спас ребенка, да, или там кошку с дерева снял, ваш мужчина, или там старушку перебел через дорогу, или там человека там вызывал скорую кому-то и в больницу возил. Но мы же не знаем. Он пришел, и, а мы уже как бы плевать хотели. Если не руки в боки, то плевать хотели. Вот. И, конечно же, соответственно, могут быть и негативные последствия. И вот тут вот женщинам очень важно в этот момент, прежде чем проявлять негативные эмоции, либо безразличие, очень важно сначала выяснить ситуацию. И просто спокойным, ровным голосом спросить, а что ж так поздно? А где же ты был? Ну, дальше могут быть различные развития ситуации, но смысл в том, что если не сдержаться, то можно как бы отношения очень сильно испортить беспочвенно, скажем так. Просто из-за проявления, из-за своей несдержанности, из-за проявления своих негативных эмоций. Если же какие-то вот такие вот негативные даже эмоции мы будем проявлять на работе, не в семье, то, соответственно, у нас могут возникать конфликты и на работе, и в бизнесе, и это даже может повлечь за собой соответственно материальный ущерб. Вплоть до того, что если начальству даже не накричать, да, и не показать свой гнев, а просто скривиться в ответ на какие-то замечания начальника, то уже можно иметь негативные последствия. Особенно этим страдают эмоциональные люди, а женщины гораздо более эмоциональные, чем мужчины, как выясняется. Если вы хоть раз в жизни натыкались на такую ситуацию, когда вот какая-то проявленная эмоция вас ранила, то есть она даже не была высказана, это не были слова, но вот какое-то выражение лица, выражение в теле, а эмоция она выражается не только на лице, то есть это довольно часто встречающееся явление, вот почему стоит этому уделить внимание и время. А вот, ну и я уже не говорю про детей, наши дети, согласитесь, они все видят, они все слышат, как часто с вами самими было, когда ваши родители не могли найти взаимопонимание, все это проявлялось достаточно бурно, и дети при разводе очень часто чувствуют свою вину, хотя родители между собой ругались, ребенок тут был вроде бы ни при чем, однако у детей от вот такого бурного проявления эмоций негативных естественно травмируется детская психика. Это общеизвестный факт, но мы как-то об этом редко вспоминаем. Ну и дорогие женщины, я думаю, что еще одна важная причина, которая каждую из нас может побудить все-таки заняться своим эмоциональным состоянием, это наша внешность. Женщины, которые часто сердятся, имеют неприятные мимические морщины, сердитки так называемые, уголки глаз опускаются, уголки губ опускаются у женщин, которые часто проявляют недовольство. то есть наши эмоции, чем более положительный человек, более эмоционально позитивный, тем у него более благополучная ситуация, особенно у женщин. Вот, и когда мы проявляем негативные эмоции на лице, то соответственно вот они у нас, это все у нас начинает проявляться на лице. И я думаю, что у женщины, которым там за 35, за 40, скажем так, за 40, они уже просто несут печать на своих лицах о своем характере, о том, насколько они позитивно или негативно в основном реагируют на какие-либо события.